Ирина Николаевна, здравствуйте! Как выйти из треугольника Карпмана? Я помогаю животным, пристраиваю бездомных. Но получается так, что вокруг меня появилось большое количество просящих людей забрать подкинутых животных. Я осознаю, что сама породила этих жертв вокруг. Я хотела помогать именно животным, но помогаю, получается, людям, которые перекладывают свои жалости на меня. Сейчас я прерываю контакты с этими людьми или помогаю советам. Скажите, пожалуйста, как именно технически верно оборвать эту связь? Просто перестать общаться, заблокировать или как-то твердо обозначить свою позицию? Могу просто замолчать для них уже навсегда и не общаться. Но не будет ли это для меня незакрытым гештальтом, который дальше будет тянуть меня в эту ситуацию? Может быть, есть четкий и жесткий пошаговый сценарий выхода из этой созависимой связи? И можно ли сохранить отношения с тем, кто был жертвой? Я спасатель. Можно ли с участниками треугольника поддерживать иные отношения, вне треугольника Карпмана? Или обязательно рвать отношения с бывшими участниками треугольника безвозвратно? Спасибо. Что такое треугольник? Это три зависимых друг от друга человека, которые пытаются, знаете, банально отыметь и получить какую-то выгоду. Кто такое или что такое жертва? Что такое за роль жертва? Это человек, без конца пытающийся обманом получить внимание и какую-то такую проникновенную ситуацию, что он кого-то спас и кого-то сподвигнул на подвиг для того, чтобы потом самому себе рассказать, какой он совершил достойный поступок. Когда вам люди звонят, вы же работаете. Вот человек сам назначает себе действия. Когда вы работаете, и люди звонящие о том, что есть животные, которым бы им, им, не вам, а им хотелось бы помочь и определить хорошие, добрые руки условно в приют, значит, вы как человек, который занимаетесь организацией данной работы, говорите, вопросов нет. Это стоит столько-то. И тогда, поверите, половина этих людей, если не больше, перестанут вам звонить, потому что что деньги, что эмоции, ассоциация одна и та же. К сожалению или к радости, неважно. И когда вы заявляете позицию, что все люди ответственные, которые понимают, занимают активную общественную жизненную позицию, стремятся помочь бездомным животным, они должны понимать о том, что или они сами привозят в приют этих животных, и это будет активная, жизненная, общественная, социальная позиция. Или они вас просят для того, чтобы вы это все организовали, и за организацию вам платят деньги. Тогда вы перестанете переживать вот это сердечное страдание, когда вы переложили уже не только на животных собственную жалость и желание кому-то быть нужным, хорошим, доступным, и вы внутри себя без конца проигрываете и отождествляете себя с этими животными, и ради них вы готовы принять вот эту, любой обман, любое там хамское отношение, или еще какую-нибудь дрянь. Вы потакаете, если вы работаете. Рабочая, профессиональная роль, она имеет свойства, она имеет задачи, и она имеет четкую достаточно позицию. Нельзя переводить рабочие отношения в дружеские, нельзя позволять, что люди, желающие там что-то себя убаюкать в какой-то степени, рассказывали вам, что вот они не могут, у них не получается. Если вы что-то не можете, у вас не получается, вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь организацией достойного действия для того, чтобы из того, что не получилось, дошло в того, что получилось. Так вот и поступайте, потому что в противном случае вы себя изведете. Вы вокруг себя соберете этих людей, которые будут только специально заниматься тем, чтобы нагружать вас бесплатной работой и давать огромное количество этих, к сожалению, бездомных и несчастных животных. Но вы с этим не справитесь, потому что вы пропускаете это через эмоцию. Нельзя эмоционировать на работе. Вы можете решать достаточно хорошо, действенно, эффективно рабочие моменты. И тогда от безысходности, в которой вы находитесь, и от того, что столько на вас навалили отрицательного, столько на вас навалили вот этого скулящего такого вот требующего, взывающего, призывающего эмоционального, вы разделите всех людей, которые действительно готовы в чем-то помочь. Они соберутся, сядут сейчас практически в любой семье, по крайней мере, на территории Москвы, если вы отсюда или в Московской области, есть у человека машина, есть у друга, есть у кого-то. И если нет возможности у людей взять и приютить этого животного, значит, они найдут способ, как отвезти его куда-то. И обычно, насколько мне известно в этом случае, люди активные, ответственные. Они в этот приемник еще и ездят, еще и деньгами помогают, еще там что-то покупают. А вы собрали вот этих никчемных людей, которые взяли это животное для того, чтобы над вами поиздеваться, чтобы вам поплакать, пожаловаться, и вот попереживать там. Душу вам порвать, это называется. Зачем вам это нужно? Вы будете без конца рефлексировать, ни дня, ни ночи не будут, потому что намотка и сброс на вас, это жуткое состояние. Вы не сможете долго работать. Это то же самое, как бесконечная эмпатия, тогда, когда человек придуряется, ничего не хочет делать, и лжет с утра до ночи. И если, не дай бог, его слушать, и переживать, и сострадать ему, он прям на голову садится. Вот и у вас животные как инструмент, их количество, и люди, которые при помощи этих животных хотят вашего сострадания, и хотят вашего эмоционального участия, и сопричастия, так называемого, чтобы вы долго поговорили, и днем, и ночью рассказали, какая она потрясающе, хорошая, замечательная, потратили свое время и свое эмоциональное, душевное состояние, рефлексия такая, бесконечная. Знаете, вот это как специализированные учреждения. В милиции видят только бандитов, психологи видят только страдальцев и жертв, там еще где-то видят определенную категорию людей. И вы собрали такую определенную категорию людей, где основной работой на сегодняшний момент стало эмоциональное такое взаимодействие с теми, которые сами особо не стараются этим животным помочь, а вас пытаются использовать, и еще потом от вас требуют вот именно временного, эмоционального, чувственного такого участия. Так вы тогда лучше животным помогаете. Самый простой способ от таких людей избавиться, не конфликтуя с ними, не нарушая отношения, поставьте таксу. Для того, чтобы я у вас приехала, забрала животного или посодействовала, это стоит столько-то. Знаете, ни животных не будет, ни таких людей не будет. Это просто использование. Обманное, неприличное, манипулятивное, такое обласканное. Есть такая вообще модель поведения, принцип манипуляций. Чем в народе даже такая есть поговорка, чем мягче стелят, тем жестче спать. Чем больше вам улыбаются, уговаривают и рассказывают, каким же непостижимым образом то или кошечку, или собачку доставали, снимали, там как-то там вынимали откуда-то, тем в большей степени это называется обманом. Человек, понимающий, знающий, что такое бездомность, по крайней мере, осознающий, что это такое холодно-голодно, хотя бы на каких-то фильмах, книгах и внутреннем, абсолютном понимании. У всех в жизни были такие разные ситуации, тем более в нашей стране, где нам приходилось переживать достаточно серьезные такие внутренние трансформации. Осознание, понимание, различия. Мы все это знаем. Но когда вам рассказывают то, чего нет, и вы это самое главное понимаете, это вроде как якобы неудобно ответить. Жесткость — это сразу и быстро. Все остальное вы должны помогать животным. Услышьте меня, пожалуйста, это ваша работа, коль вы так заявили. Вот у меня работа разбираться не в простых жизненных ситуациях людей. Люди у меня здесь разные, возрастная категория разная. Есть и эмоциональные, есть менее, есть хитрые, есть не очень, есть примитивные, есть мания величия, обуяла. Разные есть. И я этим занимаюсь достаточно долго. Если бы я каждого эмоционально участвовала и там разбиралась, и как-то эмпатией страдала, вот да, вот ты моя хорошая, тебе так не повезло. Нет, нет. Главное, главное — выполненная работа, потому что вы работаете, значит, али кошечка, али собачка, али тот зверек должен попасть в хорошие руки. Вот этим и занимайтесь. А все остальное попробуйте как-то не участвовать. Пресекайте из расчета четкого понимания. Если вы привозите самостоятельно, то было бы неплохо, коль бы вы помогли и приюту, и тому животному. Если вы хотите, чтобы в силу каких-то обстоятельств я этим занималась, то стоимость моих услуг вот такая. И поверьте, сразу и треугольничек отойдет, и люди такие от вас прям убегут, потому что у них задача другая. Вы занимаетесь своим, а они вас переворачивают без конца. Так вот уберите эмоции. На место эмоций поставьте такой денежный эквивалент. Будет полегче и попроще. И самое главное — животных сохраните. И жить будете долго и счастливо.